Продолжение следует... За 2018 год мы провели всего лишь 80 медицинских консультаций, но уже в 2019 году мы провели почти 1600 врачебных консультаций, 6 из них были в формате видеоконференцсвязи. Запросы к нам направляли лечебные учреждения, расположенные в 66 субъектах Российской Федерации. За 2020 год мы провели 2995 врачебных консультаций, 8 из них было в формате ВКС. Запросы к нам отправляли из 84 субъектов Российской Федерации. Хочется отметить, что план на 2019 год был всего лишь 550 телемедицинских консультаций, а за 2020 всего лишь 1360 телемедицинских консультаций. На данном слайде показана динамика по месяцам, начиная с января 2019 года. Понятно, что данное направление является приоритетным, новым направлением и, соответственно, положительная динамика налицо. На 2021 год нам выделил Минздрав квот на телемедицинские консультации 2000. Почти 2000 телемедицинских консультаций, если мы возьмем еще июнь месяц, мы уже выполнили и даже перевыполнили. Мы работаем в двух системах ЕГИСЗ и ТМК. Срок планового ответа у нас в среднем 5 рабочих дней. Конечно, иногда бывают задержки до 6, может быть, 6,5 рабочего дня в силу нескольких обстоятельств, если на запрос отвечает несколько специалистов НМИЦ. На сегодняшний день более 65 запросов сопровождается не только клинической информацией, но и данными другими гистологическими слайдами, визуализацией КТ, МРТ, ПЭД-КТ исследованиями. Таким образом, сначала мы консультируем присланные снимки или слайды, и только затем клиницист или клиницисты, основываясь на полученных данных, дают свое заключение консилиуму. Более 50 консультаций телемедицинских с нашей стороны были проведены консилиумом. Не всегда регионы просят организовать такой консилиум, не всегда регионы, к сожалению, хотя я провожу просветительскую работу, понимают, что в телемедицинском запросе можно запросить консультацию нескольких специалистов, но мы работаем над этим вопросом. И, соответственно, если видят специалист по химиотерапии, либо хирург, что необходимо подключить специалиста-радиотерапевта, или к хирургу подключиться, чтобы подключился химиотерапевт, обязательно мы высылаем общий ответ. Неразрывно связана телемедицина со следующим проектом здравоохранения, референс-центром. В 2019 году у нас открылся референс-центр патоморфологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических и лучевых методов исследования. И за 2020 год в рамках так называемого телемедицинского проекта было выполнено 294 консультации просто отдельно в визуализации КТ, МРТ, ПЭТ-КТ снимков лучевых методов исследований. И было проведено 52 телемедицинские консультации гистосканов. За 5 месяцев 2021 года уже было проведено 207 таких телемедицинских консультаций и 63 телемедицинские консультации гистосканов. Почему это взаимосвязано? Да потому что запросы могут быть присланы с документами, которые должны пройти систему охраны. То есть мы не можем отправить документы пациента с помощью почты. Обязательно должна система быть полностью защищена. И телемедицинские системы, они проходят полностью идентификацию, идентификацию. Соответственно, регионы стараются присылать нам документы пациентов даже по референс-центру с помощью телемедицинских технологий. Еще есть один момент, по которому можно присылать позащищенный канал, по которому можно присылать запросы. Он называется випнет. Но, к сожалению, сама программа, она лицензионная и ее необходимо закупить. Все мы знаем, что процесс закупки в государственных бюджетных учреждениях достаточно долгий. И удобнее просто пользоваться тем, удобнее пользоваться той системой, которая бесплатна. Естественно, возникают некие вопросы, трудности, какие-то шероховатости. Честно говоря, в двух системах работать на самом деле неудобно. На сегодняшний день ВЦМК «Защита» перешла в ФРЦ, теперь она перешла уже в ЦНИОЗ. И я очень надеюсь, что системы ЕГИСЗ и ЦНИОЗ объединятся и будет единая система, потому что работать в ней будет проще. И ее модернизировать тоже будет проще. Не нужно будет письма писать в разные департаменты, чтобы система работала сообща. На самом деле, что касается, привычно называть просто ВЦМК «Защита», что касается этой нашей стандартной системы, она достаточно пластичная. И по запросу необходимому можно какие-то моменты улучшить, видоизменить, что собственно и происходит у нас в течение этих трех лет. Мы постоянно ее видоизменяем. На сегодняшний день, что касается территориального фонда Санкт-Петербурга, у нас нет выделенных тарифов на телемедицинские консультации. В некоторых регионах эта проблема решена. Некоторые фонды регионов оказывают телемедицинские консультации за счет средств ОМС. Естественно, бы хотелось, чтобы это на всей территории России распространялось. Как я уже сказала, телемедицинские консультации оплачивают фиксированно федеральные субсидии. Но, опять же, как я уже говорила, мы, естественно, делаем гораздо больше телемедицинских консультаций, чем нам выделяют бюджет Минздрава. Это, соответственно, не покрывает потребности регионов. Мы готовы оказывать абсолютно безвозмездные эти телемедицинские консультации. Но хочется, чтобы любой труд был оплачен. Что еще со стороны НМИЦ? Не всегда мы понимаем, кто ответственный в регионах за проведение телемедицинских консультаций. Естественно, в процессе мы узнаем друг друга. По северо-западу вообще проблем никаких нет в связи с тем, что мы совершаем выезды в регионы. И всех друг друга знаем и можем составить такой реестр. Но так как запросы к нам присылают из всех субъектов Российской Федерации, в телемедицинских системах не указаны фамилии телефона ответственных. Когда заполняется запрос, не указывается телефона врачей. И составить какой-то примерный регистр мы, к сожалению, реестры не можем. Также до сих пор нет утвержденного порядка заполнения запросов. Заполняются запросы по выделенным ячейкам, но есть ячейки, которые необходимо заполнять самостоятельно. И так как реестра на это не предусмотрено, соответственно, регион заполняет кому как хочется. Мы тоже проводим с ними разъяснительную работу, но желательно, чтобы был единый порядок заполнения этих запросов. Естественно, есть трудности и в работе со стороны регионов. Не во всех регионах сформированы и оснащены отделы телемедицинские. И как следствие, естественно, нет квалифицированно обученных кадров. Нет четкого понимания по срокам ответов. Не от нас, а от других организаций. Мы, конечно же, разговариваем в разрезе онкологической службы, но очень тесно наши онкологические пациенты пересекаются с другими болезнями. Иногда происходят какие-то сочетанные патологии и, естественно, отправляют телемедицинские запросы в другие лечебные учреждения. Нет понимания, когда и как скоро получит ответ регион. Стараются намецы придерживаться каких-то определенных сроков в течение 10 рабочих дней отвечать, но конкретных сроков нигде не прописаны. Также, к сожалению, в регионах нет понимания, куда и что нужно отправлять, какие запросы. Не все намецы, допустим, отвечают по онкологическому профилю на онкологический диагноз гепатоцеллюлярный рак печени, ну просто к примеру. И, соответственно, регион отправляет запросы аж сразу в 4 НМИЦА, хотя на самом деле, может быть, не нужно отправлять в НМИЦ онкологии Блохина или Герцена или Петрова, а нужно сразу отправить в федеральный центр имени Гранова или в НМИЦ трансплантологии в город Москве, потому что они тоже этой проблемой занимаются. То есть тут как бы данный бы реестр, данный классификатор помог бы регионам с определением того, куда и что нужно отправлять. Мы выдаем рекомендации, все НМИЦы выдают рекомендации по лечению, по диагностике заболеваний. И, к сожалению, в регионе, естественно, существует очередь на проведение плановых исследований, и не всегда в установленные в ответе сроки можно выполнить эти рекомендации, которые дает НМИЦ в приоритетном порядке. Есть такой современный экономист здравоохранения Герхард Кохер, который сформулировал некую мысль, что цель медицины уже не здоровье, а расширение системы здравоохранения. Я считаю, что мы должны придерживаться данной позиции, потому что мы представляем ведущие учреждения страны, и, естественно, есть некие пути решения наших совместных проблем. Мы растем, развиваемся и можем помочь с решением этих проблем. Мы проводим семинары, мы наполняем сайт, мы составляем методическое пособие для регионов. Естественно, когда мы узнаем о конкретных людях, которые занимаются на местах, мы оказываем индивидуальную помощь. Также в последнее время мы в соглашении решили подписывать регионами, конкретно с Челябинском недавно подписали, с Челябинской университетской клиникой соглашение о проведении телемедицинских консилиум с привлечением радиотерапевтов. Потому что такое, как бы сказать, межсетевое взаимодействие, оно приносит удовлетворенность и клиники, с которой мы заключаем данное соглашение. И для нас расширение возможности оказания телемедицинских консилиумов тоже немаловажно. Естественно, мы будем взаимодействовать с Федеральным государственным бюджетным учреждением СНИОЗЭ. На сегодняшний день, так как ФРЦ, телемедицинская система, в которой мы в основной работаем, перешла под ее управление, будем взаимодействовать по улучшению системы. И, конечно же, хотелось бы отдельно сказать о выделении финансирования как для 86-го региона амбулаторно, потому что все, о чем я сейчас рассказываю, происходит на амбулаторном этапе. И не всегда понятно, как же будет происходить финансирование телемедицинских консультаций или референс-центров. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...